Два человека, два месяца тренировок, два пути к идеальному телу. Как похвастаться спортивной фигурой, а не прятать живот под майкой? Узнаем прямо сейчас в эпичном реалити. Дело к лету! Финальную неделю мы решили начать с хитрых процедур по, так скажем, корректировке веса. При этом каждый выбрал процедуру не для себя, а для соперника. Колю я отправила на холодные пытки. Ну что ж, друзья, нахожусь я в клинике по борьбе с лишним весом. Сейчас у меня будет очень интересная процедура. Что я вижу? Робота, похожего на R2-D2. Расскажите, пожалуйста, что же это за процедура, что мне предстоит? Да, это специальный аппарат. Процедура называется Криолиполис. От слов Крио – это холод, понятно, заморозка. И Липолис – это расщепление жировой ткани. Итак, на живот устанавливают специальную вакуумную насадку. Прибор втягивает жировую складку и охлаждает до минус 10 градусов подкожную жировую клетчатку. В результате клетки её повреждаются, гибнут и рассасываются. Смотрели фильм «Чужой»? Вот там вот что-то вылезало из живота. Вот, вот мой маленький «Чужой». Познакомьтесь. Первые результаты проявятся уже через три недели. Именно столько времени организм избавляется от продуктов распада жировых клеток. Лишний слой уменьшится до 40%. В среднем нужно 30 минут. В общем, ощущения странные. Спасибо тебе, Оля. И за такой креатив посажу-ка я тебя в бочку в наказание. Ну что, была не была? Тело человека помещают внутрь бочки из кедра, куда активно поступает пар и разгоняет температуру до 42 градусов. Для получения результата в таком положении головы профессора Дуэля вам нужно провести 20 минут. А что, очень даже приятно. Не хватает только отверстий для рук, чтобы ленту новостей обновлять. А в целом, как на скамейке в парке. С целью похудения здесь идёт, получается, открываются поры. Усиленно идёт пот и отделение. И через потовые железы мы теряем большое количество жидкости, с которым выделяются все шлаки и токсины. Процедура действует расслабляюще. Особенно уставшие посетители даже могут уснуть. Мы хоть и уставшие, но спать у нас точно нет времени. Осталось всего 5 дней, и мы пустились во все тяжкие. Растяжка. Воркаут. Сандао. ТРХ. Тайбо. И, конечно же, качалка. И вот настал День Икс. Пора специалисту вынести свой вердикт. Да, заходите. Здравствуйте, можно? День Икс – вердикт врача. Оля, я вас помню, заходите, пожалуйста. Ну что, судя по объёмчикам, вы занимались фокзалами зря. Ну что, метаболический возраст мы видим, age 12. Это означает… 12 лет у меня в прошлый раз было больше. Да, потому что вы всё-таки занимались, и у вас ускорился обмен веществ. Жировую массу вы потеряли. Чемпион. Ну что, Оля, судя по индексу массы тела, в прошлый раз у вас был 21, к примеру, сейчас он у вас 19,7. Да, судя по этим данным, вы поработали в фитнес-клубе на слабую. С другой стороны, жировая масса тела снизилась незначительно. О чём это говорит? О том, что вы всё-таки как-то халтурили. Я видел, как новокрещеного зашла в этот фастфуд. Сейчас мы её поймаем. Ага! Блин, что такое! Да и камеру! Мне тоже есть что показать. Что касается вас, несмотря на то, что вы не нарастили, конечно, кубики на животике и так далее, да, но жировая масса у вас пришла в норму. То есть вы подстранили, и это очень хорошо. Вот и подошёл к концу наш эксперимент. Время подводить итоги. Да, к сожалению, кубики на животе я не накачал, зато он стал почти плоским, бока ушли, мышцы, может быть, больше не стали, зато стали поджарами. Я очень доволен, можно спокойно идти на пляж. Моё тело стало подтянутым, метаболизм улучшился, цвет кожи тоже. Жирок, конечно, остался, но не везде. Конечно же, мы были не идеальными спортсменами. Но этот опыт многому нас научил. И спорт навсегда. Стал важной частью в нашей жизни.